Кадыров здесь превзошел авторов Гарри Поттера, Властелина Колец, Басни и Крылова. Это просто что-то невероятное. Кто такой Кадыров? Люди, которые знают, кем вообще был Кадыров в начале 2000-х. Он вообще не был никем, его вообще в принципе не было. Вторая история, которую рассказал Кадыров, это была история о Цоценюрте. Он говорит, что Аламбек, Ясаев, по-моему, его фамилия, он сейчас является помощником Кадырова, что якобы у него в Цоценюрте забрали машину. Это вот тоже в начале 2000-х годов. Кадыров вышел на сцену и очень долго говорил. И в этот раз он рассказал очень много сказок, от которых я просто посидел. В разговоре он признался, что перед тем, как выйти на эту сцену, он выпил очень много всевозможных таблеток. Он дословно сказал так, что я выпил все таблетки в этом мире, чтобы выйти на эту сцену и рассказать вам вот эти вот истории. И я тут соглашусь, что без того, чтобы выпить какие-то очень сильно действующие таблетки, вот так сочинять просто, наверное, невозможно. Действительно, Кадырову необходимо пить эти таблетки. Возможно, он снова прибег к употреблению мельдония. Я не буду рассказывать здесь все то, что говорил Кадыров. Я коснусь только двух тем, двух историй, которые либо там на месте, либо заблаговременно до этого придумал Кадыров. Первая история была о том, как в начале 2000-х был у нас такой один из амиров и человек, приближенный к Аслану Масхадову. Его звали Ахмад Авдарханов. Да помилует их всех Всевышний Аллах. Это достойнейший из нашего народа. Совсем недавно умер, ушел из этой жизни отец Ахмада Авдарханова. Да помилует его Всевышний Аллах. Они родом из селения Алирой, которое находится рядом прям с городовым селением Кадыровых. И, разумеется, Кадыровы их знали. Так вот, Кадыров рассказал, выйдя на сцену историю, как он, зная, что Амад Авдарханов со своими товарищами, они должны были провозить Аслана Масхадова через их село, через Хос-Юрт, Центарой, нынешний Ахмад-Юрт. И зная это, говорит Кадыров, мы, значит, устроили засаду, говорит, с патриотом, якобы, ну, там, со своими товарищами. И вот, говорит, мы знали, мы знали, что они будут ехать по этой дороге, мы уже подготовились, чтобы, значит, их уничтожить. Но пришел к ним, говорит, подошел к ним Амад Авдарханов и еще один, значит, человек, его товарищ. И они попросили, значит, Рамзана Кадырова, говорит, что якобы вот Аслан Масхадов приехал в гости к ним, в их село Валерой. И если его сейчас убьют, то это будет позором для их села на все оставшееся время. И поэтому мы просим тебя, мол, Рамзан, не убивай, пожалуйста, пропусти нас. Вот так, говорит, попросил его Амад Авдарханов. Я просто представляю, как много людей сейчас смеются от этой истории. И Рамзан, говорит, сказал, хорошо, я вас пропущу, но с одним условием. После того, как вы, значит, доедете в пункт назначения, сегодня вечером ты и твой товарищ, вы придете ко мне в гости. Я хочу с вами поговорить, сказал Кадыров. И Авдарханов Амад сказал, хорошо, мы придем к тебе в гости. Они, говорит, уехали, но слова своего не сдержали, они и приехали в гости к Кадырову. А Кадыров, он хотел поговорить и, так сказать, наставить их на путь истины. Объяснить им, что то, чем они занимаются, это неправильно. Эта история, она показывает нам, в первую очередь, то, что когда те люди, о которых ты говоришь, уже мертвы, и они не смогут никак опровергнуть то, о чем ты говоришь, то это очень удобно. Многие лжецы, наподобие Кадырова, могут взять это на вооружение. Когда вы лжете, то имейте в виду, что лучше лгать, когда человека, о котором вы рассказываете эти сказки, когда его уже нет в живых. Это, как минимум, вам так будет удобнее лгать. Это первое. Что я хочу сказать вообще по поводу этой истории, тем, возможно, нашим молодым людям, которые просто не знают, наверное, кто такой Амад Авдарханов, если такие есть. Те, кто знают, кто такой Амад Авдарханов, они будут просто, взявшись за животы, смеяться с этой историей Кадыровской. Кадыров здесь превзошел авторов «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Басни» и «Крылова». Это просто что-то невероятное. Кто такой Кадыров? Люди, которые знают, кем вообще был Кадыров в начале 2000-х, он вообще не был никем. Его вообще, в принципе, не было. Его никто не знал, как он выглядит за пределами максимума Курчулоевского района. А в Курчулоевском районе люди, возможно, знали, как он выглядит, только лишь потому, что это село находится в Курчулоевском районе. Он где-то там ходил, где-то танцевал на лесгинку, на различных лоузерах. Где-то его знали как сына Муфтия, так как все-таки Муфтий, когда-то он у нас был уважаемым человеком, призывал людей на джихад против России и так далее. Поэтому для основных, как бы, для людей, которые в теме, это очень смешная история, невероятно смешная. Для тех, кто не в теме, я скажу так, что Амат Авдарханов, это был человек, который, если бы он когда-либо у него появилась бы возможность подойти к Кадырову на расстояние протянутой руки, чтобы с ним поговорить, то он бы просто дал бы ему пощечину, понимаете, лергюхитэр, говорят чеченцы, он дал бы ему вот леща пощечину, не применяя при этом ни оружия, ничего, Кадыров бы стоял бы вот вооруженный, допустим, своими товарищами, Авдарханов Амат подошел бы, дал бы ему леща, поставил бы его на колени, забрал бы, разоружил бы их всех, не применяя оружия, я подчеркиваю, не применяя оружия, разоружил бы их всех, плюнул бы им в лицо и сказал бы, идите, вы недостойны даже того, чтобы я на вас тратил патроны. Вот таким человеком был Амат Авдарханов. Амат Авдарханов был тем человеком, который, когда кадыровцы сожгли дома его родственников, родственников Амад Авдарханова, Амат Авдарханов поехал к его сестре, зашел к ним домой, сестре там, не помню, не помню, я какой-то родственник, зашел к ним домой, сказал, налей мне чай, выпил чай и сказал, передай своему родственнику, что у нас у всех есть родственники. И ушел, он не сжигал даже их дома. Амат Авдарханов это человек, который до конца вышел, изначально еще во время Первой войны вышел на этот путь, и ушел достойно до конца, ни разу не посмотрев назад, не задумывавшись над тем, чтобы оставить этот путь. А хотя возможностей было очень много, эти кадыровы в первую очередь, когда они пытались людей переманить на свою сторону, муджаидов, они в первую очередь действовали по тем, кого они хорошо знают, по людям из своего села, из окружающих сел. И поэтому Амат Авдарханов и другие из Алироя, они были теми людьми, которые больше всего подвергались вот этому вот психологическому воздействию от кадыровцев, когда они им обещали все, что возможно, то лишь бы они перешли. И многие на это купились, такие как Хамбиев, например, или Шаа Турлаев. Хотя Шаа Турлаев, он-то попал, он к ним в руки не по собственному желанию. Далее он, конечно, уже начал перебарщивать, но попал он не по собственному желанию, он был ранен, и по сути он был пленен. Так вот, Амат Авдарханов, это настолько достойный человек, это настолько полноценный онах, что вот эта вот история, которую, эта сказка, которую нам рассказал Кадыров, она настолько нелепа, и Кадыров это знает прекрасно. Амат был тем человеком, которого Кадыров и все в этой их мерзкой команде Кара, они его боялись как огня. Да помилует Всевышний Аллах Амада и других муджаидов, которые достойно ушли на этом пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok